Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева и вы на моем канале о вязании. Сегодня я вам покажу, как связать вот такую вот зайку цветными ушками. Кстати, как связать ушки я уже показывала. Ссылочку на мастер-класс по вязанию ушек я оставлю в описании под видео и вот здесь вот в правом верхнем углу в подсказках. А сегодня я покажу именно в этом видео, как связать ручки, ножки и туловище. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. А также ставьте лайки и пишите комментарии. Вязать мы будем из пряжи Himalaya Dolphin Baby. Либо можно использовать аналоги. Обычная любая плюшевая пляжа подойдет, какая у вас есть, какой вы привыкли вязать. Также можно попытаться связать вообще с любой пляжей. Я думаю, все получится, просто будет другой размер. У меня зайка 22, наверное, 23 сантиметра до макушки и ушки там 16-18 сантиметров. Крючок 4, 5 и 6. Основной, это будет крючок номер 4, будем полностью вязать им зайку. Шестой крючок, это у нас для ушек и пятый крючок для юбочки. Также нам понадобится носик, где-то 10 миллиметров. Вот такой вот накрепление, либо тот, который клеится, в общем, какой у вас есть. Глазки 8 миллиметров у меня у этого зайки. Ну, также подойдут и 10, я думаю, даже 12 подойдут. Будет очень красиво. Так, что еще нам понадобится по пряже? Где-то по моточку берите такого цвета. И это у меня какой получается 319 номер, розовый. И бежевый, это у меня 342, ну, тоже где-то моточек, там, я думаю, меньше по полмоточка получится, ну, на всякий случай. Так, маркер понадобится, ножнички, обычная иголка с ниткой и наполнитель. Давайте начинать. Вязать мы начнем с ручек, бежевой пряжей, крючок номер 4, делаем кольцо амигуруми, либо две воздушные петли. Вот видео для начинающих я, как обычно, прикреплю вот здесь, в правом верхнем углу, там я подробно рассказываю, показываю, как вообще начать и как вязать. Вообще все рассказываю подробно, все нюансы, которые вам понадобятся, чтобы связать любую игрушку из тех, которые я показываю. Поэтому переходите, смотрите, я вяжу петельку и две воздушные петли, и в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Это первый ряд. Во втором ряду делаем шесть прибавок. Просто в каждую петельку вяжем по два столбика без накида. Это у нас и будет прибавка. Вот в первую петельку вяжу два столбика без накида, это одна прибавка. Дальше два столбика без накида, это вторая прибавка. Третья прибавка, третья прибавка, четвертая, пятая и шестая. Вот второй ряд закончили. Теперь у нас в ряду получилось 12 петель и дальше два ряда 3 и 4 провяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Просто в каждую петельку по столбику без накида два ряда. Третий и четвертый ряд я провязала, дальше идет пятый ряд. Будем вязать два столбика без накида и одна убавка. Так сделаем до конца ряда. Три раза у нас получится так сделать и в конце ряда будет 9 столбиков без накида. Вот вяжем один столбик без накида, второй столбик без накида и делаем убавки, убавки я делаю только за передние стенки. Вот здесь видео тоже по убавкам прикреплю, кто не понял, зайдите посмотрите. Так, еще раз, один, два и убавка это второй раз и один, два, убавка это третий раз. Этот ряд закончили и теперь нам нужно провязать с шестого по одиннадцатый ряд включительно, по девять столбиков без накида в каждом ряду. Просто вяжем сейчас без изменений в каждую петельку по столбику без накида. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Добавляем наполнитель и теперь будем заканчивать. Нам нужно просто провязать вот эту вот часть столбиками без накида. Просто заходим насквозь в ручку, видите, вот так вот полностью, хватаем ниточку и провязываем столбик без накида. И так вот до конца. У меня сейчас просто нитка закончится, поэтому я, наверное, не все провяжу, а через один, но вы в каждую петельку заходите, там, по-моему, сколько, четыре раза получится сделать. Вот так вот просто посоединяем, видите, у меня ниточка закончилась, поэтому я так не доделала. Так, и прячем эту ниточку вовнутрь, вторую ручку вяжем точно так же. Это у нас одна ручка и вторая. Две ручки готовы, сейчас будем вязать ножку. Ножку начинаем вязать розовым цветом, тоже делаем петельку и две воздушные петли, и в первую набираем шесть столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот первый ряд готов. Во втором ряду вяжем шесть прибавок в каждую петельку по два столбика без накида. И в конце ряда будет двенадцать столбиков без накида. Второй ряд закончили. В третьем ряду будем вязать один столбик без накида и одна прибавка. И так будем делать до конца ряда. Шесть раз у нас получится так сделать и в конце ряда будет восемнадцать столбиков без накида. И затем два ряда, четвертый и пятый, нам нужно будет провязать по восемнадцать столбиков без накида в каждом ряду. Это все мы делаем розовым цветом. А затем уже в шестом ряду перейдем на бежевый цвет и я расскажу как вязать дальше. Это я довязала. Дальше у нас идет шестой ряд. Будем провязывать в начале ряда три столбика без накида. Меняем цвет. Просто вытягиваем нитку уже другого цвета и провязываем столбик без накида. Это один и в следующую петельку второй столбик без накида провязали. Здесь завязываем узелок и розовую нитку можно уже обрезать, она нам здесь не понадобится. Дальше будем вязать бежевым. Вот мы два столбика провязали, теперь нам еще надо провязать один столбик, это третий столбик. И теперь будем делать один столбик без накида, одна убавка и так будем делать четыре раза. Вот мы вяжем один столбик без накида, убавка это один раз, один столбик без накида, убавка это второй раз, один столбик без накида, убавка это третий раз, и один столбик без накида, убавка это четвертый раз. И до конца ряда нам остается провязать три столбика без накида. Следующий ряд у нас седьмой. Вяжем четыре столбика без накида в начале ряда. Один, два, три, четыре. А теперь делаем один столбик без накида убавка два раза. Вот один столбик без накида убавка, это один раз. И один столбик без накида убавка, это второй раз. И четыре столбика без накида до конца ряда. Три и четыре. Так, это мы сделали. А дальше нам просто нужно провязать с восьмого по тринадцатый ряд включительно, по двенадцать столбиков без накида в каждом ряду. Вот у нас сейчас в ряду двенадцать петелек. Вот провязываем без изменения в каждую петельку по столбику без накида с восьмого по тринадцатый ряд включительно. Вот так вот выглядит вязание. Я добавила уже наполнитель. И еще после того как закончила тринадцатый ряд провязала три столбика без накида, чтобы сложить вот так вот пополам и провязать вот так вот. Просто как и в ручке провязываем две части вместе. Заходим в одну часть, во вторую и вот так вот насквозь хватаем. Сейчас, секунду. Насквозь хватаем нитку и провязываем столбик без накида. Дальше вот тоже насквозь зашла с двух сторон и провязала вот второй столбик без накида, третий, четвертый и пятый. Теперь я обрезаю нитку, затягиваю ее, подтягиваю и сюда вовнутрь прячу. И сейчас будем вязать в тельце и ввязывать ручки и ножки в тельце. Вот такая вот, вторую ножку, естественно, вяжем точно так же и сейчас будем вязать тельце. Тельце начинаем вязать бежевым цветом. Все как всегда делаем петельку и две воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. А во втором ряду делаем 6 прибавок, в каждую петельку по два столбика без накида и в конце ряда у нас уже получится 12 петелек. В третьем ряду вяжем один столбик без накида и одна прибавка. Так делаем 6 раз как раз до конца ряда и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Затем в четвертом ряду вяжем два столбика без накида и прибавка. Так делаем 6 раз как раз до конца ряда и в конце ряда будет 24 столбика без накида. И потом в пятом ряду вяжем три столбика без накида и прибавка одна прибавка. Тоже так делаем до конца ряда тоже 6 раз и в конце ряда будет 30 столбиков без накида. А в шестом ряду уже будем провязывать ножки и я вам покажу как мы это будем делать. Вот я провязала то, что я вам рассказала. Вот так должно выглядеть вязание. Дальше у нас идет шестой ряд, будем провязывать ножки. Для этого в начале ряда вяжем девять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Берем ножку, берем ее вот так вот. То есть это у нас будет правая ножка сейчас. Берем ножку и вместе с ножкой нам нужно провязать пять столбиков без накида. Заходим сначала в ножку, а затем в тельце и провязываем столбик без накида. Вот один, снова в ножку и в тельце два, в ножку и в тельце три, в ножку и в тельце четыре, и в ножку и в тельце пять. Провязали вот так вот ножку и теперь провязываем дальше одиннадцать столбиков без накида. По спинке получается два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Вот до конца ряда у нас прибавка ряд заканчивается, остается пять, четыре, пять, видите, пять столбиков без накида. Вот как раз нужно провязать ножку. Берем ее уже вот так, то есть это у нас будет как левая ножка, видите. Берем ее уже вот так и тоже провязываем пять столбиков без накида вместе с ножкой. Тоже заходим сначала полностью в ножку, а затем в тельце и провязываем эти пять столбиков без накида. Вот как раз на прибавке, но с того ряда вы должны были и закончить. Следующий ряд будем начинать уже вязать другим цветом розовым, поэтому присоединяем нитку. Вообще у нас в следующем ряду, это кстати у нас седьмой ряд, нужно будет провязать четыре столбика без накида, одна прибавка и так до конца ряда. Тоже шесть раз у нас получится так сделать, в конце ряда будет тридцать шесть столбиков без накида. И вот, чтобы поменять цвет, просто провязываем один столбик без накида уже другим цветом. И еще я второй провяжу, здесь подтягиваю нитки и завяжу узелок. И бежевую нитку уже обрежу, она мне не понадобится. Дальше буду вязать розовым цветом. Вот мы вяжем самостоятельно, как я и рассказала, четыре столбика без накида, одна прибавка и так до конца ряда. Это я провязала, дальше идет восьмой ряд, нам нужно просто провязать тридцать шесть столбиков без накида, вот в каждую петельку по столбику без накида, но нам нужно провязать за задние стеночки. Вот хватаем только заднюю стеночку и провязываем столбик без накида. Поставьте уже маркер, если вы до этого не ставили, то здесь поставьте. Петелек уже много стало, вот видите, у нас есть здесь, в каждой петельке есть... Господи, как вам показать? Есть две стеночки, передняя вот и задняя. И вот мы будем вязать только за задние, целый ряд. Вот один провязали, уже в следующую петельку заходим только за заднюю стеночку. Это второй столбик, третий, целый ряд только за заднюю стеночку. Это мы делаем для того, чтобы потом вот за передние стеночки, вот видите, за вот эти передние стеночки, которые у нас останутся, мы за них провяжем юбочку. Вяжем до конца ряда 36 столбиков без накида только за задние стеночки. Все, этот ряд я провязала, видите, кантик этот видно, за которым мы будем провязывать юбочку. Это у нас восьмой ряд был, дальше девятый ряд тоже провязываем 36 столбиков без накида, только уже как обычно мы вяжем, хватаем петельку вот за две стеночки, как всегда, и просто провязываем еще один ряд без изменения в каждую петельку по столбику без накида. Берем полностью, заходим в петельку и вяжем. Этот ряд я тоже довязала, дальше уже будем делать убавки. Это у нас десятый ряд идет, нам нужно провязать два столбика без накида и одна убавка. Так до конца ряда 9 раз у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 27 столбиков без накида. То есть вяжем один, два и делаем убавку. Один, два и убавка, и так до конца ряда. Этот ряд я закончила вязать, дальше у нас в одиннадцатом ряду просто нужно провязать 27 столбиков без накида, просто в каждую петельку по столбику без накида. Затем двенадцатый ряд нам нужно будет провязать один столбик без накида, одна убавка и так до конца ряда. Тоже 9 раз у нас так получится сделать, и в конце ряда будет 18 столбиков без накида. И затем три ряда, нет, не три, а два ряда, 13 и 14, нам нужно будет провязать по 18 столбиков без накида в каждом ряду. А затем уже в пятнадцатом ряду будем провязывать ручки, я покажу как это делать. Это вот я все провязала, дальше у нас идет пятнадцатый ряд, будем провязывать ручки. Для этого в начале ряда вяжем пять столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. И теперь с ручкой провязываем четыре столбика без накида. Тоже заходим сначала в ручку, затем в тельце, как мы делали и с ножками, все то же самое. Вяжем один, два, три и четыре. Ручку в одну привязали, дальше вяжем семь столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть, семь. И со второй ручкой вяжем тоже четыре столбика без накида. Вот до конца этого ряда два столбика без накида провязываем и в начале следующего ряда тоже два столбика без накида с ручкой. Заходим сначала в ручку, затем в тельце, один, дальше... Это мне сложно, потому что тогда я вот неправильно здесь закончила эту ручку и теперь тяжело зайти. Два. Сейчас провяжу два столбика. Вот, я прошила, провязала, потому что неудобно просто было. Так, и все, на этом мы вязание туловища заканчиваем. Просто делаем следующую петельку, соединительный столбик, ниточку, оставляем для пришивания головы немножечко и обрезаем. Вытягиваем, затягиваем и добавляем наполнитель сюда. И дальше будем вязать голову. Вот так вот... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗАГАДА